А то, что касается, что человек отражается, когда он спит, лучше в зеркалах, чтобы не отражался. Знаете, это раньше в каких-то там блядских домах, у меня была девушка-дизайнер знакомая, и она говорит, просто поголовно, поголовно начали, вот, у кого денежки чуть-чуть начали появляться, особенно, знаете, в 90-е у людей в малиновых пиджаках, они начали поголовно делать в своих спальнях зеркальные потолки. Но вы представляете, что такое спать перед зеркалом? Неважно, потолок, это шкаф-купе, это либо напротив вас стоит вот это зеркало. Это вы из одного мира переходите в другой мир, где вы есть осознанием самого себя. И тут же есть мир за зеркали, где, смотрите, вот здесь вы в яви, да, и вы что-то делаете там, что-то там ковыряете, можете что-то взять, ещё что-то. И вы это всё осознаёте, вы понимаете, что там я беру вот этот вот фонарик, я его включаю, я его выключаю, и ты это понимаешь. Потом ты переходишь в иной мир, в мир сна, где у тебя происходит, в этот момент у тебя происходят определённые моменты с твоим физическим телом. То есть это переваривание пищи, это охлаждение организма идёт. За счёт охлаждения организма твои органы начинают более щадяще работать во сне. И вот эти вот моменты начинают проходить в физическом теле. При этом ты как бы оставляя своё физическое тело, давая ему перезагрузиться, ты сам продолжаешь делать все те же самые вещи, что в яде. Только ты думаешь, что это сон, потому что ты во сне, ты же бываешь там, где твой мозг может опрессовать, что есть такое-то место, есть такой-то персонаж, есть такое-то там ещё что-то. Даже если сны выглядят как какие-то мистические, они всё равно есть в твоей голове. То есть ты и там, и там есть, просто во сне ты как бы оставляешь своё тело на перезагрузку, на перевычищение, очищение. И всё бы ничего, если бы не зеркало, например, напротив, которое отражает тело. И вот когда тело отражает, то ни тело не может прочиститься и очиститься, ни ты не можешь сделать те вещи, которые есть у тебя в голове. То есть тебя перебрасывает в зазеркалье, в котором ты не готов быть без тела, потому что тело на перезагрузке, которое не перезагружается, твои мозги, они остаются в обычной реальности, потому что они здесь есть. А сам ты идёшь как бы в мистический мир. И заходя вот в этот мистический мир, получается, ты идёшь и без тела, и без мозгов, без себя. И ты тут ничего не запоминаешь, но ты здесь обозначился и, возможно, принял на себя вот в этом мире зазеркалье какую-то роль, какой-то договор, какое-то соглашение. Но ты его не можешь осознанно вынести обратно в себя, в тело, либо даже в сон, потому что ты весь как бы здесь, а твое туда переходит в мир зазеркаль даже не ты, а практически как твой фантом, неосознанный фантом. А должен переходить ты. То есть есть много моментов, где ты через зазеркалье можешь выстраивать любые моменты, которые происходят с тобой здесь. Есть.